Музыка 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 Так, всем привет! Привет! У нас сегодня 10 мая. Всех с прошедшими праздниками, особенно с 9 мая, Днем Победы. Я вчера с гордостью смотрела и парад, который в Москве проходил, в Петербурге, то есть в Ленинграде, на Дворцовой площади. Мне очень-очень понравилось. Я вообще каждый год смотрю парад. У нас в Казахстане парада не было. Уже второй год у нас парада нет в Казахстане. В прошлом году, не знаю, по какой причине отменили. А в этом году отменили по причине того, что было наводнение сильное, много людей пострадало. Ну и вот на этом основании. В общем, парад у нас отменили. Военный парад. Но люди все равно выходили к памятникам славы и возлагали цветы. Были такие вот, ну как бы, отдавали дань памяти. В общем, было такое. По городам Казахстана я тоже посмотрела видео. В общем, люди все равно помнят. Особенно старшее поколение. И стараемся и младшему поколению тоже донести эту историю. И внуку вчера объясняла, что такое память. Что мой дед погиб под Сталинградом. Вот. Так что, ну, наш президент Укаев зато летал в Москву, к Путину, в гости на Парад Победы. Там присутствовал. Что еще? В общем, говорю, для меня День Победы – это не пустое слово. Это память. Это история. И мы должны ее помнить. Мы должны это помнить. И передавать своему поколению, своим внукам. Объяснять, говорить. Потому что в школах особо сейчас это не преподается. Поэтому надо стараться самим доносить своим внукам всю правду. Всех еще раз праздником, дорогие мои. И всем терпения, выдержки и соболезнования всем родственникам и всем людям, которые потеряли своих родных. У нас еще отменили в этом году последний звонок в школах тоже в связи с чрезвычайной ситуацией в стране, с паводками, с наводнениями. Чтобы все понятно, да? Вот это вот все у нас пока нету в этом году. Немножко грустно. Но что делать? Бывают в жизни такие огорчения, когда чрезвычайная ситуация. И людям сейчас не до последнего звонка. И если там где-то на севере потоп, и люди пострадали, потеряв жилье и имущество, то вся страна просто поддерживает и сочувствует этому. Так, схожу я в магазин. Мне надо кое-что купить. Да и прогуляться заодно. Чтобы этот внучок уехал. Сегодня шить. Днем я ничего не буду. Но мне в принципе-то и шить-то нечего. У меня есть одно одеяло, которое... Клеточку. Его надо дошить. Не знаю, может быть после обеда. Вот, девочки, получила я тканюшку свою. Вот моя фамилия. Это оптовый товар. Есть в Инстаграме и в ТикТоке. Есть аккаунт. И девочки там отмеряют и присылают по заказу, по почте. И кому интересно, если что, могу потом оставить вам ссылочки. Напишите мне, я вам отправлю. Из Алматы. Вот с Алматы отправляют. Девчонки. Там очень много разного всякого материала. И бязь, и поплин. И вообще-вообще очень все много. И отмеряют, метражом присылают. И от 10 метров еще они дают скидку. Если одну ткань берешь 10 метров, то еще и скидку дают. Так что вот смотрите, вот такой вот красивый. Вот. Со звездочками. Здесь 2,20 метра. Это ширина 2,20. Это бязь. Узбекская бязь. Вот такая вот. Вот это тоже. Смотрите, какая красотень. Вот. С таким принтом. Вот этот принт. Тоже. Клеточку. Красивый. Очень красивый. Так. И вот такой принт еще я взяла. Я взяла на пробу. Ну, посмотреть, что за ткань. Это бязь узбекская. Она садится. Они мне сразу сказали, что она садится. Поэтому, прежде чем, ну, шить. Или надо с припуском ее давать. Или постирать. Вот. Такой еще принт есть красивый. Ну, вот. Теперь можно работать. Так что, девчонки. Теперь начинаем запасаться тканями. То, раньше пряжа, пряжа. А теперь ткани. Ой, как мне нравится. Да? Смотрите, какая прелесть. Есть еще там аккаунт, где можно даже заказывать целыми рулонами. Если рулон берешь, то еще больше скидку дают. Так что, вот так. Ой, у меня сегодня будет день на кухне. Да, Боня? У Боня вчера был банный день. Мы его вчера помыли, чистенький, покрывала, постирала. Да, Боня? Клещи повытаскивали. Вот. Сегодня у меня будет... Ну, что ты делаешь? О, 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 хорошо. Ой, как раз. Ой, 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 воображает. Ой, воображуля. Так, ладно. Сегодня будет у меня кухонный день. Сало. Короче, свинина. Откуда свинина? Так, ну, у нас здесь на базаре, на базарах в городе. Есть специальные отделы, чтобы там продавали свинину. То есть, у нас мусульманская страна, в общем... Как это? В общем... О, господи. Ну, вот базар, да. Есть отдельное здание, где продают мясо, допустим. Да, баранину, говядину, конину. Вот. И есть отдельное здание, отдельное место, где продают свинину. То есть, не в общем... Сект... Не в общей секции, да, свинину продают говядины. А свинину продают отдельно, в отдельной секции, да, в отдельном здании даже. Вот. Но свинина есть, свинину продают у нас. Так что у нас ещё здесь это всё не запрещено, потому что были такие вот каверзные вопросы, как там к русским относятся, как вас там не ущемляют, там, туды-сюды и тому подобное. Я считаю, что это провокационные вопросы. Открытого ущемления нету. Я, во всяком случае, в своей жизни не встречала. Ну, понимаете, вот как. Я захожу в магазин, я разговариваю на русском. Со мной продавцы разговаривают на русском. Но если даже стоит какой-то молодой человек или девушка молодая, которая плохо разговаривает на русском, мы всё равно друг друга понимаем. То есть нету никаких претензий, что там говорите на казахском, да, вы там обязаны. Пардон, у нас здесь такого нету. Во всяком случае, в нашем селе, где я живу, я с этим не сталкивалась. И надеюсь, что я никогда не столкнусь. Ну, и ещё плюс тому, что всё-таки какие-то обиходные выражения, слова на казахском языке я понимаю. Ну, пардон, я столько лет прожила в Казахстане, да, я не родилась в Казахстане, я родилась в России. Но я приехала в Казахстан, о, господи, в 70-м году. Вот я уже сколько посчитайте. В 70-м году я переехала в Казахстан. Ну, тогда было ещё это всё на русском. Тут мы учились на русском языке. Казахский школа, по-моему, одна казахская школа у нас в селе тогда была ещё. Ну, сейчас, конечно, уже школ на казахском языке, где преподают на казахском языке, намного больше. У нас в селе сколько школ? Что-то я вообще на мясо, да на мясо. Ну, ладно. Сколько у нас школ в селе? Раз, два, три, четыре, пять школ, по-моему, общеобразовательных. Вот. Но там есть и русские классы, и казахские классы. Ну, правда, русских классов сейчас не так много. В основном казахский класс. Ну, естественно, потому что население, всё-таки русскоязычное население уменьшается. Но всё-таки и в русских классах также учатся и казахи, и турки. Вот. В общем, ну, как-то так у нас. Поэтому свинину у нас продают. Школа русские классы у нас есть. В магазине мы разговариваем на русском, если я не знаю казахский язык. Всё. Ну, во всяком случае, мы стараемся понять друг друга. Так вот. Но это свинина не с базара. Знакомые резали. Ну, мясо, да, свинину вот резали. И я взяла у знакомых. Вот. Мне сразу привезли. Удобно. Там сразу берёшь или ляжку, или там ребра. Вот. И я тут, значит, что сделала? Ну, я взяла ребра в этот раз. Не ляжку, а ребра взяла. Обрезала. Значит, куски сала сюда солить. Это, значит, у меня пойдёт на фарш. Вот эта вот часть. Я тут уже шкурку отодрала. Вот. Ну, и вот это тоже разморозила. Это на жарку. И эти ребра у меня просто в холодильнике уже лежат. Я уж не буду их там вытаскивать. Я солю сало. Каким образом? Я вот один раз засолила. Оно у меня сутки постояло чуть больше. Я соль старую из грибла высыпала. Сейчас насыпала свежую соль. Опять сейчас закрою. Оно у меня сутки-другой постоит. Потом я уже буду обмазывать паприкой, чесноком, там перцем. И всё это в эту пищевую плёнку заворачивать. И у меня вот так сало стоит. Сало мы едим. Хорошо едим. Значит, мы покупали мясо, сейчас скажу, до Нового года, по-моему, ещё. Но тогда мы много брали мяса. Почти ляжку, потом там голову, ножки, на холодец. Нам надолго хватает. Семья у меня небольшая, но мы делимся. В общем, короче, в этом сало мы всё съели. Всё, что солили. Сала нету, всё съели. В этот раз тоже думаю, ладно, пускай засолю. И никуда оно не денется, не испортится. Ну, а это значит на фарш, на зажарку. Это я просто вытащила, чтобы вот эти кусочки насы по отдельности потом положить. Потому что они уже премерзли. Так что у меня сегодня кухонный день. Я сейчас пойду в магазин, кое-что прикуплю. А потом видно будет. Хорошо? Ну вот, давайте я вам покажу ткань свою уже в готовом виде, как говорится. Я уже прострочила, сшила под одеяльники. У меня новые одеяла. Я зимой покупала односпалку. И на них у меня не было пододеяльников новых. Но я вот эту ткань и заказывала, чтобы пододеяльник сшить. И посмотреть вообще, что это такое, какая ткань. Так, что я хочу вам просто сказать. Вот показать, да. Такая вот, это бязь. Узбекская бязь. Ну, так в магазине мне сказали в общем вам, да. Здесь метр 2,20. Ой, ширина 2,20. То есть, ширина материала 2,20. Я брала 3 метра. Вот, чтобы шить пододеяльник на полуторку. Ну, или односпальное, да. Одеяло, как сказать. Не знаю, полуторка. В общем. Я 3 метра на пододеяльник. Значит, получается, если ширина 2,20 ткани, длина 3 метра. Я вот эту 2,20 вот так брала, перевернула по длине одеяла. Понятно, да? Вот в квадрате хороший, да, вот одеяло. Вот это длина одеяла. Вот это ширина. Ширина ткани 2,20. Я ширину брала вот так, по длине одеяла. Как раз мне хватило вот это вот. Вот, вот это вот. То есть, я эту ткань перевернула и ширину ткани пустила на длину одеяла. И вот эти 3 метра как раз у меня обернулись вокруг одеяла. Что я сделала? Я прострочила одну сторону, вторую сторону и третью сторону вместе с дырочкой. А, вернее, вот так вот я уже его сложила. Получается, одну сторону прострачиваешь, вторую и третья сторона с дырочкой. Я сделала вот такую дырку. Ну, вот простую вот тут вот, над ниткой убрать. Вот, такую дырочку сделала. Все. 3 метра хватает, чтобы под одеяльник делать. Что по ткани? Ткань чуть-чуть, цвет ушел. То есть, когда она была новая, она была более яркая. Ну, не новая, вернее, не стиранная. Я ее вчера вот прострочила под одеяльники и сразу в машинку засунула. Да? Цвет ушел чуть-чуть. Он был намного ярче. А вот этот вот был вообще, знаете, такой синий. А стал черным. Цвет ушел. Вот этот цвет, ну, может быть, что-то я как-то не очень... Здесь вот не очень заметно. Ушел цвет, не ушел цвет. Ну, может быть, чуть-чуть ушел. Вот здесь вот ушел немножко цвет. Там еще четвертый есть, но я его еще не стирала. Не делала. Вывод. Цвет ушел. Яркость ушла цвета. Что будет дальше, не знаю. Сел, не сел. Усадку. Ну, мне кажется, усадку он дал. Он стал более плотный. Такой материал. Я даже, ну, как бы на одеяло не мерила еще. Но я так думаю, что он усадку дал. Мнется. Надо гладить. Так что надо брать, наверное, поплин все-таки на постельное белье. Ну, чтобы не гладить, но и чтобы не садился, наверное. Ну, посмотрим еще. Еще раз говорю, девчонки, я в тканях ничего не понимаю. Я только начинаю. Поэтому я взяла для пробы, посмотреть, что это, как это. Ну, не понравится. Разрежем. Не понравится. На следующий раз еще возьмем другую ткань. И еще это, другого качества. И это. Будем пробовать искать варианты. Не, ну так на ощупь она ничего. Плотненькая, в принципе. Ну, не сильно, и не сильно помялась. Да, сейчас я начну себя уговаривать. Так она плотненькая на ощупь. И не сильно помялась. Не сильно. Не критично. Не критично. Может просто то, что, ну там машинка, конечно. Ну, не критично. Можно. Ну, вот такие дела у меня. Ну, чок уехал. Переши через пару-тройку дней приедет. Дочь его поедет в Алма-Ату по работе. Ну, вот. Будем опять заниматься с внучком дома. Ну, вот такое вот одеяло. Полуторка, да? И на него вот пододеяльник. Сейчас примерим, посмотрим, как будет по размеру. И как будет смотреться. Так. Примеряем. По размеру все подошло. Одно. Второе. Третье. Значит, я угадала. Ширина 2,20 материал. Берем 3 метра. И на одеяло полуторку. Как раз ничего не обрезала, ничего не краила. В общем, шила, как я вам объяснила до этого. Все замечательно. Вот этот материал мне все-таки не понравился. Он какой-то выленивший. Цвет у него ушел. Значит, такую расцветку не берем больше. Вот. Теперь. Мне доча заказала тоже постельное белье. Шить ей материал. У нее там одеяло. Тоже подушки. Просто не надо. Но я ей предложила взять сразу рулон. То есть, есть оптовые. Оптовка. Где можно сразу взять рулон материала. Там от 30 до 40 метров в рулоне. Ну, смотря какой материал. Там поплин или бязь турецкая. Или еще что-нибудь. Вот. Сразу взять рулон. Дешевле. И можно нашить много постельного. Останется. Никуда не пропадет материал. Зато с запасом будет. Ну, это уже, наверное, попозже. Она сказала, что мне тоже надо. Ну, естественно, надо. Она говорит, мама, теперь у тебя машинка. Надо шить. Я говорю, ну, сошьем? Ну, что? Было бы из чего. А шить-то недолго. Ну, так вот получилось у меня. Три пододеяльника на три новых одеяла у меня есть. Ну, конечно, комплект бы, конечно, и простынь такую, и подушку такую. Но я еще раз повторяю, что я брала для пробы. Посмотреть, какой материал, какой цвет. Но я так думаю, что в следующий раз мы закажем не вот эту бясень, наверное, а все-таки поплин. Все-таки поплин, наверное. Наверное, не знаю. Вообще, может быть, и поплин надо сначала взять, посмотреть, что это такое. Но, понимаете, на вкус и цвет товарища нет. Кому-то нравится такой материал, кому-то нравится другой материал. Надо, чтобы еще он, как он был тектильно, да, как вот спать под ним. Приятно, неприятно. Есть еще, знаете, такой материал, который постоянно как-то шуршит, да, когда переворачиваешься. Вот там, ну, разные, да, вот бывают моменты. Потом еще, знаете, что еще хочу сказать. Есть такой материал, сатиновый бамбук. Вот такой вот сатиновый бамбук. Ну, я понимаю, что сейчас, наверное, вам непонятно, что это такое. Ну, вот, вот такой. Это вот старый пододеяльник, дочин. Вот на, вот так мнешь, мягкий, все хорошо, но расцветка не выцветает. Ширина тоже хорошая, но электризуется, зараза, да, когда вот одеяло сворачиваешь, одеваешь или снимаешь, он электризуется. А потом, со временем, в области, там, где идет обтирание, ну, допустим, наволочка или там пододеяльник где-то, там собираются катышки. Материал тяжелый. Ну, вот, потому что я знаю, вот этим пользовались постельным бельем. Вот это вот бамбуковый сатин. Он красивый, разговора нету, да, он красивый, но я не советую вам брать. И он дешевый, есть постельные комплекты из сатина, бамбуковый сатин. Он дешевый, разговора нет, но он, не знаю, нам вообще не понравился. С тем, что, во-первых, электризуется, ладно, катышки, еще там, бог с ним, да, еще как-то можно это глаза закрыть. Но то, что он электризуется, это вообще и не впитывает он влагу. То есть, все равно же ты же спишь, постель, там, потеешь как-то или еще что-то. Ткань должна впитывать влагу, правильно же? Вот, абсолютно ничего не делает. Поэтому имейте в виду, когда, если что. Ну, это лично мое мнение. Еще раз повторяю, у каждого свой цвет, вкус и тому подобное. Все? Все рассказала, все показала, все похвасталась, своим мнением поделилась. Ждем теперь посылку, после обеда должны приехать, приехать, вернее, курьер. На почтамп я уже не стала заказывать, думаю, опять засунут туда что-нибудь. Потом докажи, что ты не верблюд, у тебя там что-то вытащат. Пускай доставщик приезжает, он тоже за это зарплату получает, как говорится. Приедет, посмотрим, если все в порядке, значит посылку забираем. Все, ждем посылку теперь. Так, ну еще, забыла вам еще похвастаться. В общем, сшила я вот такие вот, ну, такой покрывалка летняя из блоков. Значит, вот этот светло-желтый, ну, здесь он вам сильно светло отражает. Вообще он темный, такой темно-цеплячий цвет вообще желтый. Это старая простынь, хб-шка. Уже простынь по середине, она, ну, вытерлась, да, тонкая стала, как говорится, по краям нормальная простынь еще. Ну, куда ее? Ну, в общем, я ее почикала. И это получилось у меня двухсторонний блок. Двухстороннее покрывало, вернее. Здесь вот так, а с этой стороны вот так. На улице хотел повесить, но там дождь идет. В общем, одна сторона вот такой блок идет. Эта сторона такой блок идет. Как сшить такие блоки, есть отдельное видео. Я когда, ну, сшила, я снимала. Снимала не то, что там, как бы вам похвастаться, потому что такие блоки двухстороннего покрывала есть в интернете. Но я еще, как бы, для себя, чтобы на будущее уже запомнить, что это такое. Чем удобно двухсторонний блок? Да? Во-первых, не надо думать, что с другой стороны, ну, как бы, с изнаночной стороны, что сделать, да, там, или отдельно материал какой-то надо будет придумать, или какое-то что-то это. А так шьется сразу двухсторонний блок. Он двух сторон одинаковый. То есть, лицевая сторона и здесь, и здесь. И все швы внутри, сразу внутри. Вот. Также можно шить одеяло таким образом. Даже если вы в интернете наберете там двухстороннее покрывало, или еще как-то, но очень мало видео на эту тему. Когда шьется вот этот блок, туда можно синтепон и сделать сразу эту, стежку. И потом эти четыре блока вместе соединить. И у вас будет готовое двухстороннее покрывало. То есть, не надо будет отдельно, потом снизу еще что-то. Потому что, вот, знаете, мне такой метод очень понравился. Ну, правда, здесь расход как бы побольше, да, вот этого материала идет. Но, меньше заморочек, с изнаночной стороны не надо думать, как, какое одеяло туда, какой там ткань положитель, еще что-нибудь. Вот я специально сделала. У меня на одной стороне, вот это, когда я соединяла эти блоки, у меня вот эта красная тисемка идет. Ну, у меня, честно говоря, и материала-то не очень было много. Вот здесь. А с этой стороны у меня вот такая коричневая тисемка. Ну, и немножко коротковато было. Я вот этот уже коричневый цвет, вот здесь вот по краям, этот, еще пристрочила. Ну, чуть-чуть коротковато получилось. Ну, ничего. Вот, в общем, так вот. Вот двусторонние блоки. Ну, вот такая покрывалка. Можно как покрывалка, можно как простынь постелить. Ну, смотря кому как. Ну, факт, что мне понравился такой способ. Отличная вещь. Это вот уже второй блок, который можно шить с удовольствием, значит. Который мне понравилась. И сборка, и сама техника шитья. Можно здесь вместо однотонного тоже какие-то цветные тканюшки взять, да, чтобы такой он был. А можно вот так вот сделать, как бы, как мельница, да, получится. Ну, вот так вот. Только если хотите такой попробовать шить, пожалуйста, внимательно посмотрите видео сначала. При сборке вот этих блоков, чтобы не ошибиться и потом не распарывать. Немножко там надо, как бы, это, внимательным быть, чтобы вот это вот все в одну попало. Вот видите, у меня там угол туда попал. Не вот сюда попал, а вот туда попал, в ту сторону. Это уже ошибка. Это вот было в начале. Как бы, вот видите, здесь вот этот блок. Сюда, а здесь он вот так вот лёг. Видите, здесь вот не совпало. Вот надо было, чтобы вот эта тёмная была здесь. В общем, вот так надо было перевернуть его. Вот этот треугольник, вот этот перевернуть надо было. А я его, это, прозябкала. Поэтому надо быть внимательным. Продолжение следует...